Глава 1 Зажав между пожелтевших от никотина пальцев в выкуренную до фильтра сигарету, я думал, как поступить на этот раз? Сказать сыну правду? Или снова разыгрывать спектакль? Бросив окурок в полную до краев пепельницу, я смахнул пепел с клеенки стола и прикрыл глаза ладонью. Через пять минут прозвенит будильник, я снова стану просто папой. Любящим отцом, который только и может жить на пособие и отдавать любовь за двоих. За себя и за рано ушедшую Нину. Застрявший в горле ком, все никак не хотел проглатываться. Отхаркивая мокроту, я резко скрипнул ножками стула опловиться, встал из-за стола и подошел к раковине. Раздвинув гору посуды, я сплюнул кисловатую слюну, открыл кран и оперся на кухонный гарнитур. Пап! Порывком закрыв кран, я краешком ладони смахнул крышку кастрюли, и так как вылетевшее из оси колесо покатилось по столешнице и звонко брякнулось на пол. «Ты чего шумишь?» Заспанным голосом сказал Никитка, ковыряясь пальцем в уголках глаз. «Пап, ты какой-то странный сегодня». Как же он похож на мать. От меня разве что достался нос и высоко посаженные русые волосы. Все остальное — копия Нины. «Да, сын, извини, голова разболелась». Ухватив тряпку, я сел на корточке и вытер мокрые следы от крышки. Хмыкнув, Никитка подошел к столу, брезгливо двумя пальцами взял пепельницу, обошел меня, зевая, открыл дверцу и высыпал окурки в мусорное ведро. За стеной зазвенел будильник. «Про ветри, а!» На ходу поправляя взъерошенные волосы, сын, не торопясь, вернулся к себе. Я встал, держа в руках крышку, подошел к окну и вместе с гамом машин впустил июньский воздух с запахом цветущего тополя. Тюль, как раздутый парус, округлился, будильник затих. Вернув крышку на место, я тихо прошел в коридор. Обычно проходит две, может, три минуты. Никитка со слезами выбегает из своей комнаты. Приложив ухо к стене, я прислушался. Тишина. Завернув за угол, я прошел зал и на следующем повороте встал в проеме двери. Сын, опершийся под оконник, смотрел во двор. В комнату из приоткрытой форточки долетали детские голоса. Переведя взгляд на стол и увидев скомканную футболку, я поджал губы и шумно выдохнул. Сын развернул голову в мою сторону, и мы встретились глазами. Я спрятал руки сзади. Уголки его губ поплыли вверх, и выкрикнув, «Чур, я первый умываться!» Никитка проскочил мимо меня, щелкнув за совом двери в ванную. Услышав шум воды, я зашел в комнату, приподнялся стол и футболку, взял диск с запиской и спрятал его в карман. Значит, придется врать. Снова. Глава 2. Твердая скамья, тусклый свет, спертый воздух с примесью запаха ладана и воска. Как и в первый раз, когда я переступил порог армянской церкви, сейчас я чувствую себя шарлатаном, религиозным мякишем, отступником, выбравшим святое место не из-за веры, а по вполне меркантильным соображениям. Каждое воскресенье я навещал Нину на Зайльцовском кладбище. Приходил утром и молча сидел возле могилы, опустив голову. Первое время я даже разговаривал вслух, негромко рассказывал, как идут дела у меня, у Никитки, как он быстро вырастает из старой одежды, как первый раз покупал для него мазь от угревой сыпи. Заерзав на скамье, я подвигал отсиженными ногами и тут же за спиной услышал дежурное «Ч-ч-ч». Повернувшись, я встретился с тяжелым взглядом свечницы и робко вернул голову на место. Затем наши воскресные посиделки я вел молча. Когда не болтаешь, казалось, можешь сказать значительно больше.